Всем привет! В эфире еженедельная программа Масс Тайм, которая посвящена абсолютно всем праздникам в году. Ну а какие ждут нас праздники на этой неделе, расскажет наш праздничный детектив Павел. Привет, успешные! Как слышно, как видно! Как погуляли, как отдохнули, как провели масленицу? Пишите все свои эмоции, все свои впечатления в комментариях, я обязательно их прочитаю. Ну а после такой продуктивной, активной масленицы нужно наводить порядок, потому что 15 марта чистый понедельник. Двигаемся дальше. 16-го. Коробка с карандашами. День цветных карандашей. 17-го. День встречи ветра с Южного полюса. Встретил! Ура! Ну ладно. 18-го. День российской налоговой полиции. 19-го. Первый день без шапки. С праздником! 20-го. Международный день счастья. Мы желаем счастья вам! Счастья в этом мире большом! Завершает нашу праздничную неделю Всемирный день поэзии. Любите, творите, воплощайте и до новых встреч. Пока-пока! Вы уже выбрали, какие праздники будете отмечать на этой неделе. Если еще нет, то мы предлагаем вашему вниманию праздники, которым мы посвятили сегодняшний выпуск Мастайм. Сегодня мы хотим вам рассказать о двух замечательных праздниках, которые празднуются на этой неделе, а именно 20-го марта. Во всем мире 20-го марта по инициативе ООН празднуется День Земли. Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли. Сегодняшний приурочен ко Дню Весеннего равноденствия, а второй – 22-го апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, а второй – экологическую. Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает День Весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление. В обращении ООН говорится, День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию нашей планеты Земля, как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга. 20 марта празднуется еще один замечательный праздник под названием Международный День Счастья. В 2012 году ООН в своей резолюции провозгласила 20 марта Международным Днем Счастья с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. Также, по мнению учредителей, праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества. В связи с этим, учредители призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека. 16 марта отмечается еще один интересный праздник, который понравится всем любителям карандашей. Именно художникам, которые любят рисовать карандашами. Он так и называется День Цветных Карандашей, которому посвятила мастер-класс Ксения Струганова. Смотрим. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на нашем очередном мастер-классе. Завтра, 16 марта, отмечается День Цветных Карандашей. Поэтому сегодня предлагаю вам нарисовать картину цветными карандашами или мелками, как у меня. Будем рисовать вот такую птичку. Я покажу вам один очень быстрый и легкий способ, как можно нарисовать такую птицу. Для этого нам понадобится бумага, цветные карандаши или мелки. Ну и хорошее настроение. Поехали! Итак, берем черный цветной карандаш. И для того, чтобы нарисовать контур нашей птички, нам понадобится наша левая рука. Кладем ее вот таким образом на лист бумаги. И аккуратненько обводим. Итак, контур уже почти готов. Сейчас мы немножко подровняем. Отделим голову нашей птички вот таким узором. Добавим клювик. Глазик. Теперь прорисуем крылья. И дорисуем хвостик. Можно также дорисовать лапки нашей птички. Сделать узор на крылышках в форме волны. На одном и на втором. И на хвостике. А теперь возьмем цветные карандаши и раскрасим нашу птичку. Крылышки я сделаю розовым цветом. Теперь возьмем оранжевый или желтый цвет для клювика. Узоры на шее. И на хвостике. Теперь можно еще раз обвести птичку черным цветом, чтобы была поярче. Можете также саму птицу раскрасить каким-нибудь цветом. Цвета можно выбирать на свое усмотрение. Те, которые вам нравятся. Обвели. Теперь можно добавить несколько облаков. Чтобы было понятно, что наша птичка летит по небу. Наша птичка готова. Итак, вот такие перелетные птицы у нас получились. Надеюсь, вам понравился наш мастер-класс. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч! Ну а для тех, кто любит нарисованные фильмы, для вас специально следующий выпуск мультипульти от Павла Пультика. Привет, зритель по ту сторону экрана. Ну что, я смотрю, справились с заданием. Вы замечательны. И у нас есть победитель, который был самым первым. Встречаем! Ну а сегодня также я загадаю вам три мультфильма. Но только они будут еще сложнее. И только это будет для пап, мам и дедушек, и бабушек, которые тоже были в свое время маленькие и смотрели свои любимые мультфильмы. Ну а вспомните вы их, да или нет, сейчас мы это и узнаем. Встречаем первый мультфильм. Три, два, один. Следующий. Три, два, один. Следующий. Три, три, два, один. Ну что, наши уважаемые папы, мамы, бабушки и дедушки, пишите свои ответы в комментариях. И подарок от меня. Пока-пока. Отгадали все мультфильмы, пишите ответы в комментарии под этим видео. Ну и в честь Дня Счастья, в честь этого прекрасного праздника, мы решили подготовить для вас целую подборку книг о счастье, которую рекомендуем почитать на досуге. В эфире рубрика «Арт Персона». Дорогие друзья, в эфире рубрика «Арт Персона». На этой неделе, 20 марта, отмечается Международный день счастья. И я хотела порекомендовать вам несколько книг о счастье. Кот на счастье. Тамара Крюкова. В заброшенном деревенском доме жил-был кот. Матерый, закаленный в сражениях боец, у которого была единственная слабость – дразнить деревенских собак. Жизнь кота круто изменилась, когда в дом пришли люди и их домашние питомцы. Книга про счастье. Лео Борманс. Десять рассказов про птиц, которые ведут себя совсем как люди. Каждая история посвящена определенному компоненту счастья. Элиза Росси – папина счастье. Папа Алиса и Тео – такой же, как все папы на свете. Иногда сердится, иногда поздно приходит с работы, иногда требует, чтобы дети не шумели и не мешали сосредоточиться. Но вообще-то он очень любит свою семью. Обожает возиться с ребятами, играть и смеяться. Веселая и правдивая история о том, как живут папы. Ощущение счастья. Валентина Касьон. Мы рождены быть счастливыми. Счастье всегда рядом. Иногда для этого достаточно просто выглянуть в свое оконце. Обо всем этом и не только в книге «Ощущение счастья». Дорогие друзья, я желаю вам настоящего счастья. И до новых встреч. Пока-пока. На этом наш прекрасный выпуск подошел к своему завершению. Ну и напоследок традиционная цитата дня. Счастье витает не снаружи, оно внутри каждого из нас. Будьте счастливы, дорогие друзья. Спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до встречи ровно через неделю в эфире Масс Тайм. Субтитры подогнал «Симон»